Ну что ж, всем привет, друзья! С вами Джинс. Сегодня мы продолжаем играть в Mountain Blade Пророчество Пендера. В очередной раз мне приходится снимать ролик перед учёбой, поэтому прошу прощения за слегка заспанный голос. Короче говоря, в прошлом эпизоде мы прокачивали свой орден, мы сражались за Теневой Легион, выполняли сложное задание. Орден мы прокачали уже более-менее, там ребята 40-45 уровня, я отправил ещё Сэра Алистера прокачивать дальше свой орден. Он купил им рунный топор за 60 тысяч, послышите, 60 тысяч, серьёзные деньги, но тем не менее нам некуда по большому счёту надевать деньги, у меня есть 170 тысяч, и все 170 тысяч я буду тратить на орден. Ещё помимо всего этого на турнире Нолдера мне выпала броня, которая ещё лучше моей. Я не думал, что я смогу на турнире Нолдера выбрать броню лучше моей, а ещё я буду эту броню прокачивать потом ещё в замке Джинслязи, поэтому она станет ещё круче. Мы поставили ещё корону, прокачиваться в замке Джинслязи, но самое интересное и самое важное, наверное, что ребята из Орлеона собрались силами. Ничего не делали, слушайте, а потом решили собраться силами и напасть на Ларио. А здесь их довольно много, поэтому обороняться будет тяжело, здесь сам король, черт побери. Но мы попробуем, что уж там, столицу свою я отдавать не собираюсь. Поехали. Давайте, бойцы. Ваши отношения с Лордом Кадерным упали. Да, я знаю, что отношения с Лордом Кадерным падают, потому что я не даю ему фиот, но вытаскивать отношения... Хотят мир предложить, вы же нападаете на Ларио. С Лордом Кадерным я уже не хочу восстанавливать отношениями с минус 30, потому что приходится давать ему фио, да это всё слишком долго, не хочу этим заниматься, короче говоря. Что такое, ребят? Что-то уходят ваши пацаны с военного похода, по-моему. Замок Ансен, осада снята. У меня есть замок Ансен? Что это вообще? Походу, не с моего замка снята осада, ну да ладно. А что, они там убежали с Ларио? Ну, 125 человек точно не будут осаждать Ларио. Знаете, что я могу сделать? Привет! Так, минус 10. Ну, вряд ли он захочет говорить со мной наедине, да? Ну, давай, сдавайся или умрёшь, чувак. С 72 будет сложновато? Ну, что поделать? И сразу же осада с Ларио пропадёт. Я уж думал, здесь будет замесно, как только они увидели джинсы, ребят. Они поняли, поняли, что не стоит со мной связываться, решили убежать, так что... Остался последний, самый бодрый вассал, который действительно думает, что он сможет захватить цар Леон, вернее, Ларио. Дружище, ну, ну прекрати. Ну, это ж наивные мечты, захватить Ларио. Посмотрим, сейчас забежим ещё в замок Джинсляндии. Что там с орденом? Сколько ему прокачиваться? По-моему, там 68 дней аж до следующего прокачивания оружия будет. Потом, я думаю, будем забирать своих ребят из ордена. Хотя стоит, наверное, всё им прокачать, чтобы... Они там пока пусть настакиваются в замке Джинсляндии. Настакиваются, настакиваются, настакиваются. И потом я их заберу, таких сильных-сильных бойцов. Буду бегать там с сотней рыцарей Джинсляндии. И никто не сможет мне ничего сделать. Ну, это так пока что. Мой идеальный план, знаете. Потом посмотрим, ещё будут, наверное, недоработки какие-то в нём. Так, ну, прости меня, стрелок Сорлеона. Бедная лошадка. Вот, не люблю, когда лошадки падают, а бойцы остаются. Лошадки ведь ни в чём не виноватся. Прибыли новые враги. Ну, старые враги уже убегаются. Чё ж ты убегаешь, дружище? У тебя же союзники-то прибыли новые. Я хотел бы... Вот, прикиньте, если бы все эти ребята напали на Ларю. Интересно, после того, как на тебя нападать, по-моему, нельзя, да, в плен захватывать? Они там просто убегают. Вот я бы захватывал бы их всех в плен и рассказал бы, кто здесь босс. Они бы сидели у меня в тюрьме Ларри. И тогда уж было бы просто захватить весь Сорлеон. Так, ну ты, наверное, успокойся. Легаться. Вообще, у меня был план. Если бы они не убежали, я просто бы зашёл бы в... Куда я зашёл бы? В замок, короче говоря. Я поговорил бы с парнем, который нанимает ребят. Нанял бы сэра Тимати, моего излюбленного. И просто-напросто, там, 170 человек. Они бы уже точно на нас не напали. Потому что их там всего было столько, сколько и нас. И на осаде было бы обороняться гораздо проще, короче говоря. Так. Не знаю, восстановили ли там силы Буадис или Салдеран и так далее. Потому что я хочу собрать военный поход. Всё-таки захватить этот Авиндор. Какой там? В пятый раз, по-моему. Оставить там ребят Леталдерана, чтобы он его оборонял. Хотя, если там опять придёт какой-то король, он захватит запросто Леталдерана. Так что нам нужно побольше народу. Ещё сказали мне, что в Ларее там написало в чате, что пришли новые вассалы. Заодно мы сейчас это проверим. По-моему, никто не приходил. Если я не ошибаюсь. Ну, хотя, если приходили, то здорово. Возможно, Авиндор мы отдадим новому вассалу, если у меня с ним будет хорошее отношение. То есть, не нулёвка, да, если минусовой, то это вообще никуда не годится. Если там какие-то плюсовые отношения, то подадим ему филот. Все будут приходить на военные походы. Кадра, наверное, не будет приходить. У меня с ним там минус 30. Он такой, не, не, чувак. Я просто твой вассал, но о военных походах мы не договаривались. Кстати, я просто вассал для численности, и всё. Вау, ты чего? Рыцарь из звонкого звонка решила. Звонкого звонка. Звонкого призыва. Вон, всё, я запомнил, как они называются, раз навсегда. Здрасте. Ну нормально, хотя 5 умерло. Ребят, да как вы посмели? 5 человек упало под гнётом Сорлеона. Грустно это всё. Хоп. А вот это весело. Ломать ребрышки всегда весело. Давайте конём его разнесём. Так вот просто. Встал кача, тащи. Пожалуйста, что ты думаешь? Мой конь слаб. Нет, нет. Конь Нолдеров знает, что делать. Конь Нолдеров знает, как разносить противников. Всё, пожалуйста. Там ещё, по идее, будет вторая волна, потому что там 170 человек было. 19. Ну давайте попробуем. 2 известности получим за это сражение. Но тут уж стоит, стоит биться до конца. Так, ну что, перепрыгиваем отсюда туда. Мне кажется, это сложновато будет. Да. Ну ладно. Окунём копыта нашему коню. Ребята будут слишком долго переходить. Они не прыгают, они не знают секреты Маунтенблейда. Так, ну что? MLG прижёк на крестьянина. Ну, не то, не то. 500 урона, ребят, 500! 500! Вот он, рунный топор. Я не представляю, что будет, когда я его ещё на силу прокачаю. Там сколько я буду носить? Тысяча урона? 500 урона, серьёзно? Интересно, есть какой-то боец там, например, вот эти вот, которые еретики, как там, демонические магнусы. Сколько у них здоровья, интересно? Если бы я нанёс им 500, они бы умерли. Я вряд ли нанёс им 500, потому что у них там и броня есть. Это крестьяне, которые ходят в обмотках всяких. Ну что, ещё MLG прижёк, главное. Знаешь, что он не может перекидывать рунный топор с руки в руку, знаете? Так, бац, в левую руку взял и... С другой стороны уже сражается. Так, ну что, сколько там вас? Трое осталось. Главное, чтобы наши никто не упали при этом сражении. Один и... Где он, кстати? Он там в замесе, он там уже долго тянется, что-то. Всё, пожалуйста, молодой южный авантюрист. До свидания. Враг сокрушён. Ну ещё бы нет, ты у меня в плену, дружище. Я тебя даже закину в гарнизон к себе. Так, ну что, это рыцари Равенстерна? Почему нет? Всадники Равенстерна, дворяне... Не дворяне, не хочу. Так, кого я ему хотел? Я могу всех забрать, в любом случае, да? Закинуть её в гарнизон. Вашинолётчиков жат, я могу себе взять. Так, это всё мы заберём, как минимум, в плен продадим, да? Тут можно нормально подняться с этого. Скука у вас здесь, ничего себе. Позахватывал в плен парниша. Так, этих всех ко мне, все они идут в гарнизон, рекорды Пендера, Дева Скаут, нифига себе. Почему нельзя вот забрать всех, например? Это было бы идеально. Так, воин Красного Братства. По-моему, я разносил одно время воину Красного Братства, да? Беженец. Ну ладно, беженец и крестьянка, это мы уже не будем нанимать. Мы не на стольке, это самое. 8 к защите. 33. 33. Кстати, я думаю, ещё знаете что? Сгоняйте к Нолдерам, купите у них сапожки и прокачать их. Опять же, в замке Джинсляндии. Тогда они будут лучше моих сапожек, потому что мои уже нельзя прокачивать. Так, ну что? Разделено с отрядом. Кто там хочет прокачаться-то, ребятки? Кто хочет прокачаться? Рекруты Пендера. Давайте в стрелковых возьмём, чтобы в гарнизон закинуть. Охотники, милиционеры. Все хотят прокачаться. Все большие молодцы. Лучники Пендера. Бронированные лучники Пендера уже. Так, ну это всё понятно. Ладно, бежим в Ларио, зайдём в таверну. Есть ли там тот парниш, который скупает пленных? Ну, это не этот парниша. Так, воины Нолдеров. Ладно, понятно. Чёрт с тобой. Наемный боец. Сколько вас там? Да, давай, давай, возьму. Чего уж там? 300 золотых, 300 динаров в гарнизон-то закину. Мне не жалко. Так, лучники Пендера в гарнизон. Дозорный теневой легионер. Это моё, воина Пендера. Моё, наездки Лариан. Тоже моё. Так, да тут много себе я могу оставить. На самом деле, Дева Охотница отдам. Наемный мечник оставлю себе. Ветераны. Вот это можно отдать. Тоже можно отдать. Поклонники Еретякова. Я оставлю. Помните, как у меня были первые поклонники Еретякова? Они всех разносили. А сейчас-то не такие уж и сильные бойцы, на самом деле. Начальник. Начальника отдаём. Ладно, эти ребята могут стать рейнджерами. Хотя нет, до свидания. Мечники Пендера. Налётчики Джату. Оставим, ладно. Дворянинов заберём, наверное. Так, лучники Равенстерна давайте. Ветераны Равенстерна тоже. Так, лесной бандит. Ну, это сразу до свидания. Дракон Дракуа. Ого. Серьёзно. Так, стрелки Пендера. Да госсай. Сколько у вас тут? Грабители. Грабители пятнашку стоят. Нифига себе грабители. Ломят аренду. Знают что-то, ребята. Короче говоря. Так. Во-первых, ты в плен. Много себе слишком позволяешь. Этих я заберу, потому что их продать нужно. Так. Ну что, всё. Сколько здесь теперь гарнизон стал? Посмотрим. Сгоняем замок. О, новый вассал. Действительно. Лорд Алдемар. Ноль. Ну, давай возьму тебя с нулёвочкой. Я даже тебе деревню какую-то подгоню. Так. Ну, вот. Какой-то вот эту вот деревню. Хервард. Сбайдис. У меня уже нормально вассалов. Ну да, там отношения немножко упали. Ну, не. Ничего страшного. Главное, чтобы десятка с ним была. И нормально, короче говоря. Так. А здесь есть рыцарь из звонкого призыва, которых я могу забрать? Слушайте, я бы забрал бы рыцарь из звонкого призыва на самом деле. Походу, нет. Ещё не появились новые. Хотя, может, я пропустил. Ладно, их там в любом случае много бы не было, наверное. Имперский смертный. Заберу. Авантюристка. Сильная, однако, авантюристка. Ладно, сохранимся. Отправимся в замок Щита Доблести. Хотя, знаете что, сейчас я ещё через вассала нового. А его здесь уже не будет, да? Как я понял. Да, его здесь уже нет. Ларри Аседа снята. Ну, ещё бы. Кто нападёт-то на Ларри в здравом уме, когда я здесь? Хо-хоу. Так, что я хочу? Я хочу собрать военный поход, наверное. Ансен. Давай через тебя, дружище. Так, есть. Военный поход отправлен. Ещё раз сохранимся. Не знаю, стоит ли брать сэра Тимати, чтобы Виндор захватить. Так, ваше отношение с лордом Мольбертом. Поднялись. Ого. Круто. Так, разместить гарнизон. Вот они. Уже 20 человек. Смотрите, смотрите на их топоры. Пока что они ещё не прокачались. Но скоро, ребята, когда их максимального уровня сделают. Вот смотрите, военную комнату. Во-первых, обоз, конечно же. Хо-хоу. Рыцари-новобранцы. 50 дней. А, вот этих уже могу прокачать. Так, купить оружие, да? Для сержантов-новобранцев-то. А чего у них такое слохотя? Нет, это поручные лудите. У них меч и щит для сержантов. Это я им уже купил. Так что двуручный им не нужен. Давайте им... Какому сержантам? Да, сержантам. Доспехи получше возьмём. Отличная броня какая-нибудь. 125 тысяч. 100 тысяч. Ну что это за... Что за цены вы ломите, господа? Рыцари Джинслендии. Броня-соблазнитель. Сход-ход будет у меня. Так. Ну видите, как бы 52-19-1, да? 78 тысяч. Хочу латы. Вот смотрите, латы выглядят пафосно, да? Смотрите, ну пацан в латах, это серьёзно. Да и пофигу, что стоят они 60, сколько? 100 тысяч почти, босс. 100 тысяч. Офигеть. Ну, ладно. Для своих бойцов ничего не жалко, но зато они будут в латах, и уже скоро можно будет их забирать. Сержанты это те, кто на лошадках, да, по-моему? 48 дней, да? Давайте, приказы, давайте. Отлично. Отлично. Это же сержанты, правильно я понимаю? Так, сейчас мы точно посмотрим через гарнизон. А нет, сержанты это как раз-таки без лошадок. А вот это, новые рыцари ордена с лошадками. Но, тем не менее, сержанты будут в латах, будут всех развозить. Ну вот эти будут с рунными топорами двручными, они будут тоже всех разносить. Короче, сделаем орден мощным. Тем самым счетом, на 4 недели я отправил прокачиваться их с Эром Алистером, так что они должны стать вообще серьезными ребятами. Так, понятно, Равенстер, Княжество Дэшар, все воюют, все прекрасно. 100 тысяч потратил. Ну ладно. Заработаем. 11 человек. Ладно, его я не догоню, наверное, да? Ну ладно. Леталдеран, как насчет? О, вот, Леталдеран пришел на военный поход. Это все, это знак, что нужно захватывать Авендор. Монтевар, ты же не пойдешь на Ларриан, ты же не сумасшедший, правильно? Ну все, хорошо. Почему вот рыцари джетсляни за мной не бегают, когда я, например, на какие-то военные походы иду? Почему я вообще не могу умею управлять? Это же неправильно. Марлеон. Что, отдадим Фиот Авендор этому вассалу новому или нет? Я не знаю, я еще не думаю. Вот лучше ли Целдерана, чтобы он новых бойцов нанимал? Смотрите, у него есть Рейнджер Инолдера 5 человек, тяжелый всадник Пенера. А, нет, это Воин Инолдера 14 человек, Рейнджер Инолдера 6 человек. Видите, прокачивает, прокачивает, ребят, в правильную сторону. 715, откуда? Откуда здесь 715 человек? А здесь еще Хервард, собственно, персона. Нифига себе. Вот это неждан. Я же думаю, что Хервард ревет постоянно? 16 тысяч, да? Забирайте, не хочу я честь себе портить. 159 человек. Я так понимаю, Авендор мы 300-чкой не захватим, на самом деле. Где моя Буадис? 200 человек. Буадис, чего у тебя 60-то? Ёлки-палки, у тебя же было 200 человек. А, вот, вот новый вассал как раз-таки. Ну да, будем считать, что я когда-нибудь вернусь в щит доблести. Ну, 400, ну, в принципе, можно, да? По большому-то счету. Ладно, давайте попробуем. В минус ушел что? Блин, вот видите, 3 деревни, с которых ренты нет, потому что их грабят. Сорлеонские псы, знаете, с презрением. Давай, Авендор. Осадную башню. Я надеюсь, никто не убежит, потому что не стоит убегать. Что сейчас там с пленом много народа заберем. Так что все нормально вроде как. Самое сложное будет это захватить Сорлеон, конечно. Там видели, сколько вассалов, во-первых, сидят. Там еще гарнизон, по-моему, 900 человек. Это все очень и очень серьезно. Лорд Андреа потерял... А, Сорлеона потерпел поражение. Это с зеленым пишется, знаете, как. Лорд Андреа потерпел поражение. Такой, ура, все радуемся. Давай, Осадная башня. Нет, нет, ну вы не нападете на меня. Ну что, ладно, будем сражаться, что ли? Ну давайте. Так. Ну, поодиск, конечно. 424 против 288. В любом случае нужно сражаться, потому что... Лучше их всех разнести, позахватывать в плен. И потом уже не парить, знаете, захватить себя Виндора спокойно. Возможно еще найти каких-то новых вассалов, понимаете. Заодно сейчас может с плена у этих ребят что-нибудь выдачим. Так, за мной должна быть первая кровь. Вот так вот. Рыцарь-Льва, сотка, тащи. Ай, больно же. Да хватит. Почему вы все злые-то такие? У меня же клевая броня, никто не смеет меня трогать. Так, ну давай. Рыцарь-Льва, как-то там... Походу не очень хорошо. Слушайте, что за красные надписи? Я что-то не уловил. Меньше красных надписей, пожалуйста. Ну, короче, понятно. После этого сражения мы уж точно не пойдем на Виндор, потому что, ну, будут потери. После потерь сражаться... Да хватит! Чего они злые-то такие? Реально, что-то у меня уже треть здоровья. За первую часть сражения. Они какие-то сильные ребята. Походу, я не знаю, здесь в бою сам король Ульрик. Может, у него какой-то сильнейший гарнизон. Потому что по-другому это не объяснить. В атаку, в атаку, в атаку. Сражаемся. Чего? С ним мало здоровья. Слушайте, надо быть аккуратней. Если бы мы играли, знаете, есть модификация Анна Домини. Я в нее однажды на трансляции играл. Там, короче, очень круто придумали. После того, как ты умираешь, ты, короче, сражаешься просто-напросто за одного из своих бойцов. Прикиньте. То есть тебя вселяют, так сказать, в тело кого-то из твоих рыцарей, и ты сражаешься. Это очень обалденно. Что за куча красных надписей? Вы что, офигели, что ли? Сражайтесь, бойцы. Что вам не нравится? Еды нет? Зарплата маленькая. Вроде бы изрядно плачу. Что-то их не устраивает, короче говоря. Еще надо будет рыцарем джинсляндии. Еще тоже у нас будет лапку пить. Это еще 100 тысяч. А потом еще всякие шлемы. Но хотя, смотрите, у меня есть у сержантов уже есть топоры, да? У новых рыцарей джинсляндии есть топоры и щиты. То есть оружие, грубо говоря, уже не нужно. Дальше есть лошадки у рыцарей джинсляндии. Это хорошо. Дальше есть латы у сержантов. То есть мне, по большому счету, остается купить броню просто-напросто всем, и все. Прибыло подкрепление. Да давно пора. Че за фигня? Почему мы проигрываем? Слушайте, это мне не нравится, короче говоря. Давай, давай, давай. Давай, давай. Что ты там с копьем? Если мне не слезти, конечно, так много здоровья. Так, тихо. Я бы тут дерзко бы сражался, но что-то у меня прям хорошо настреляли каким-то образом. Поэтому придется аккуратно как-то выносить их. 61. Так, вот 159. Другое дело. О, 138. Хорошо. С одного удара падают. Опа. Пожалуйста. 187. Это для Салдеран, что ли? Вот у Салдерана какие-то красивые бойцы, как они называются? А, это всадники Пендера. У меня не всадники Пендера, у меня обычные эти рыцари Пендера. Они, кстати, не особо сильные, на самом деле. Вот рыцари Джинсляндии, когда я их прокачаю, вот они будут сильными, это да. Сколько я у них уже денег-то вбухал? Они должны быть сильными, у них нет выбора, они в любом случае будут сильными. Конечно, я с счета доблести основную массу гарнизона заберу. Ну, кого это волнует? Я еще могу организовать, например, в Ларе место рыцарей Звонкого Звонка. Да что ж ты будешь делать? Вместо рыцарей Звонкого Призыва. В Ларе организовать орден рыцарей Джинсляндии. Ну, если они будут, конечно, сильнее рыцарей Звонкого Призыва, да, все правильно. Вот, тогда я везде там в своих городах поорганизовываю рыцарей Джинсляндии и просто буду набирать их по максимуму и ломать всем слегонца ребрышки своими рыцарями-то. Можно будет еще брать сложное задание у своих рыцарей, повышать авторитет среди своих рыцарей, это же кайф. Знаете что, ребята, мы, по-моему, проигрываем это сражение, слушайте. Это, типа, все смешно-смешно, несмотря на то, что нас больше, походу, этот новый вассал, у него там вообще какие-то юзлись бойцы, насколько я понимаю, потому что что-то мы вообще не справляемся, нифига. Это я сам один бегаю, кого-то убиваю, не-не-не, с арбалет ты свой спрячь. Смотрите, 11, 48, что мы все лишь 11 их убили? А, это мы. 88, нет, ну как, ну справляемся, конечно, но что-то потери большие очень. Бесят большие потери, мне не нравятся большие потери. Я не понял, что, наших трое осталось? Офигеть, мы реально проиграли сражение. Так, ну, в любом случае, я буду биться до конца, как истинный воин. Сколько уж смогу убить, столько смогу. Так, сам, потому что я от сражения точно не выиграю, но джинс дерется до конца. Хотя, если бы у меня было фулл хп, возможно, я бы сам тут затащил все это дело. Только спокойно, учники. Бандит, я понял. Ну, бандиты, это серьезные ребята тут, без шуток. Так, опа, меняем щит. Вы думали, я так прост, с одним щитом бегаю? Нет. Блин, рыцари еще умирают, их не просто роняют, они реально вздыхают. Слушайте, что за... Что это такое? Почему мы проигрываем сражение, когда у нас больше народу? Неужели Лецалдеран... Ладно, я понял. Лецалдеран, или кто-то так слаб у меня в отрядеца. Ну вот, 292 на 186. Атаковать всеми силами. Вау, здоровье, конечно, никуда не годится. В атаку, в атаку. Но мы должны победить. Слушайте, если мы проиграем, я буду очень расстроен. У нас просто много, может, пеших бойцов из-за этого, пока они подходят, разносят конницу, знаете. Так. Почему-то я слишком дерзко бегу с таким маленьким количеством здоровья. Так, хорошо. Пока что две голубых надписи. И... Одна, нет, две красных. Все, три. Все, все. Надо подсобраться. Так. Интересно, когда я прокачаю свой руный топор? Он изменит как-то внешний вид свой? А сзади будет светиться как низ. Было бы здорово. Фух, я думал, он в меня попал. Было бы стрёмно сейчас упасть. Потому что стрёмно было бы скучно наблюдать за сражением. Потому что, ну, в любом случае, я бы не убежал бы, конечно же. Мои ребята бы без меня сражались. Но это было бы не то, знаете, как-то. Сквайр Сорлеона. Ну, прости меня, Сквайр Сорлеона. Чего они такие сильные? Я не понимаю, что это такое? У них вроде... Да, самые обычные бойцы. Но мы почему-то сливаем салатищу такую, знаете. Там прям такую плотную оливьеху такую. Не знаю почему. Вот серьёзно. Обычно же мы на победку. Что-то пошло не так, знаете. Что-то, не знаю. Может, мои ребята были покосны. Я не могу просто найти этому объяснение. Потому что у нас больше. И мы реально проседаем очень сильно. В чём секрет-то? С его действия. Ну как, не то чтобы мы прям проиграем. Мы, конечно же, выиграем. Но, блин, мы потеряли очень много народу. Решил затаранить. Хоть кого-то убил, да? Тарань, 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 тарань. Ладно, слишком мало урона. Спокойно. Всё, 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 всё. Вас-то слишком много, ребята. Рыцаря звонкого призыва. Зажали миллион человек просто. Ну, смотрите, я свою двадцаточку разнёс. Я чувствую себя спокойно. Я думаю, в следующем эпизоде мы всё-таки возьмём рыцарей Тимаси. И тогда уж точно захватим этот чёрцевый Виндор. Плевать на то, что мы уйдём в минус по бабкам. Ну, блин, что делать реально? Потому что очень сложно. Когда мы захватим Виндор, если там будет, ну, 700 человек просто без лишнего гарнизона, мы сможем его захватить. Я думаю, тяжело, но сможем. Вот, и тогда уж будем что-то придумывать. Ну, теперь нашу взяла. Ибо нефиг. Угу, у них ещё 67 осталось. Даже так, да? Получается, боевой дух. Вон, воины Нолдеров. Всякие там рыцари звонкого призыва. Очень сильные бойцы. Почему мы проседаем так? Что за несправедливость? Так. Здрасте. Сколько там народу? А, ну, блин, 67 человек, но это быстро должно быть. Тем более, учитывая то, что в конце у них не особо сильные бойцы, по всей видимости. Я ещё должен был от сражения к сражению немножко восстановить здоровье. У меня столько же осталось. Ансен решил меня не лечить уже. Подстава, а танцы, она просто. Так, есть. Есть. Сколько у нас там? Двое ещё. Ну, давайте. Что, MLG? Самое время, ребята. MLG. Ладно, случайно не ту кнопочку нажал. Так, поехали. Ну, давай. Всё, не справился. Хотя ещё не поздно, ещё не поздно. Главное верить. Ладно, всё. Никуда не годится. Джинсы расстроим. Так, леди паодис, да, не за что. Ну, ты у меня в плену, чувак. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Почему у меня не такая корона? Ты у меня в плену. Вот. Я думаю, что за фигня? Король сам, собственно, персоной здесь был. Так, что у вас там Золотые слитки У-у-у Понятно, ничего нового, короче Вот, ну ладно, тогда Авендор мы захватим Уже в следующем эпизоде, ребят, на этом мы будем Заканчивать, потому что я уже немножко опаздываю Если вам понравился этот эпизод, ставьте большие пальцы вверх Если наберется 600 больших пальцев вверх, в следующий эпизод я сделаю Часовым, а на этом все, пока и удачи вам, всего хорошего Встретимся в следующих эпизодах